В Алматы началось главное судебное разбирательство в отношении Виктора и Лейлы Храпуновых, также еще десяти фигурантов уголовного дела. Согласно обвинительному акту, Виктор Храпунов использовал свой статус и служебное положение в корыстных целях, вступил в предварительный сговор с супругой Лейлой Храпуновой и создал организованную преступную группу. В нее входили также руководители разных управлений. Основной деятельностью ОПГ являлась незаконное хищение бюджетных средств и отчужение объектов недвижимости из государственной собственности путем их присвоения, совершения мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями, получения взяток и последующая легализация приобретенного преступным путем имущества и денежных средств. Гособвинитель отметил, что из госфонда незаконно были выведены земли, расположенные в водоохранной зоне, в частную собственность перевели социально значимые объекты, здания детсада, поликлиники, дома приемов, резиденции Акима, помещения в терминале аэропорта Алматы. Деньги от продажи выводились через банки, наличные счета сына и Лейлы Храпуновой. Получателями данного государственного имущества выступали частные компании, полностью контролируемые руководителем ОПГ Храпуновой. Для этого Храпунова подобрала физических лиц, которые по ее указанию создали множество подконтрольных компаний, в пользу которых незаконно отчуждались объекты из коммунальной собственности Акимата города Алматы, по заведомо заниженной стоимости, преступно добытые имущества в целях легализации отмывания, вносили в условные капиталы подконтрольных компаний и передавали собственность аффилированных с ОПГ физически юридических лиц.